Приветствую вас, мои искренние заболезнования по поводу затраты самого близкого человека, вашей мамы, и невероятно тяжело вам сейчас, невероятная десутка, больная, страшная. Я попробую вам помочь, исходя из того, что сказали вам мои коллеги, и вложив свои варианты облегчения ваших ситуаций. Ну, во-первых, в том, что касается нас. Если вы являетесь верующим человеком, то вам, безусловно, надо сходить в церковь, помолиться. Ну, можно поговорить с батюшкой, как сказала Лидия. Но это в том случае, если вы человек верующий. Если нет, то вам это не поможет. Тут лучше все свои проблемы, все свое наболевшее выговорить либо к психологу, либо другу. Вот, оно станет легче. Немножко. Дальше. Естественно, вам очень тяжело. И человек, ваша мама, к которой вы привыкли быть вместе, делиться с ней самым сокровенным. Ее больше нет, она ушла. И сознание ваше нуждается во времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. В этой ситуации вам нужно руководствоваться тем, чего бы хотел для вас ваш фунал. Какие у нее были цели жизненные. Какие у нее были идеалы. И чтобы эти идеалы не умерли вместе с ней, вам нужно стараться им следовать. Вам нужно стараться делать так, что хотела для вас ваша мама. Делать какие-то вещи ради нее. Тогда, делая это, вы будете чтить память о ней. Дальше. Когда ваша мама болела, она мучилась очень сильно. И, конечно же, смерть в данном случае это избавление. То есть, где бы она ни была, ей сейчас хорошо. И сейчас лучше. Потому что ее не мучают. Боль. Ее не боль. Ее краще. И, поскольку боль и болезнь, это атрибуты нашего мира, мира материального, человеческого, то там, где она сейчас, это значит, что за нее можно бороться. Поразоваться за то, что ей, по крайней мере, не боль. Ее хорошо. Вот, постарайтесь удержать это в своем сознании и проникнуться этим. Дальше. В обязательном порядке нужно сказать так. Что вот вы привыкли делиться всем самым закровенным со своей мамой. У вас была потребность, которая находила свой выход. которая определилась в вашей маме. Теперь, своего привычного предметного потребности решилась. И вам нужно искать другой способ, чтобы реализовывать ее. Эту потребность. Какая она будет. Либо вы будете говорить сами с собой. Либо вы будете доверять другим людям. Либо вы выберете психолога на нашем ресурсе и будете делиться с ним своими проблемами. Решать вам. Но эта потребность обязательно нуждается в реализации. Потому что без этого вам будет очень плохо. Дальше. Что нужно сказать отдельно. То, что как слушала вас ваша мама. Как она помогала вам. Как она успокаивала вам. Так дело больше не сможет никто. Ни один друг. Ни один психолог. Не сможет вам дать того, что сможет ваша мама. И вы инстинктивно будете пытаться получить от человека то, что давала вам ваша мама. И вот это, это природное влечение, это природное желание, когда ребенок стремится к своей матери, оно нормально. Но, как и любое природное влечение, оно безусловно. То есть, не осознается разумом. Не имеет представления о реализации осознат. Вам нужно понять одну вещь. Вот в этом случае, вы с этим столкнулись обязательно. Вам нужно понять одну вещь. Что, что вашу маму не заметит никто. Как бы вы ни пытались. И это хорошо. Это хорошо, что ее никто не заметит. Потому что только она одна могла дать вам то, что она могла дать. Вот пытайтесь сохранить память именно так, чтобы она была для вас уникальным человеком. Такого больше не было. Это страшно, это больно, но вместе с тем, это стимулирует к тому, чтобы сохранить память. Чтобы помнить ее именно такой. Такой уникальный, всепонимающий, всепрощающий. Так вот. А другой человек, которому вы будете рассказывать, делиться с ним, он будет вас понимать по-своему. И вначале вы будете чувствовать неудовлетворение. Потому что вы будете думать, что все не так, не так как мама, не так как я привыкла. И так далее. И ключевой момент здесь, именно привычка. Дайте себе время на адаптацию, на то, чтобы принять новые реальные условия. И научиться радоваться тому и принимать то, что дает другому человеку. Его успокоение, его поддержку, его советы, его реакцию и так далее. На это нужно время. И не спешите и не торопитесь. Но никто не заменит вам вашу маму. И это хорошо. Дальше. Дальше. Чтобы облегчить вам ваше положение, вы, правда, здесь не спрашиваете, что вам делать, вы как бы просто рассказываете. Но, тем не менее, в контексте того, что я говорю по поводу того, чего мама хотела для вас. Вот в этом контексте, в обязательном порядке, вам нужно стараться как можно больше времени проводить с кем-нибудь. В первую очередь через фильм, потому что так надо. Потому что ваша мама не хотела бы, чтобы вы переживали, чтобы вы находились в депрессии. Ваша мама бы хотела, чтобы вы были счастливы, чтобы вы жили активной жизнью и больше. И вот в твоей памяти, вашей мамы, старались все это делать. Вначале вам будет тяжело, потому что вы этого не хотите. Но потом, постепенно, постепенно, вы будете втягиваться в круговорот жизни и начать все наше жить. Вам сейчас важно не слушать то, что он говорит вам. Ваши чувства говорят, ничего не делать, просто замкнуться в себе и находиться в этом достоянии. Это вам только навредит. Тут нужно усилить воли, усилить воли, сознание, наставлять себя включаться в жизнь. Чем быстрее вы учитесь, тем быстрее будете жить дальше, тем быстрее вы начнете делать то, что вы хотели от вашей мамы. Нет таких слов, которые бы удалили от потери своих родителей. Нет таких слов, которые могли бы как-то вам помочь именно избавиться от боли. Но я не думаю, что избавление от боли, это то, чего вы хотите. Ведь боль, это означает, что ваша мама была для вас очень дорога. Чем сильнее боль, тем лучше, ярче вы будете ее пропомнить. А раз вы будете ее помнить, дальше она будет с вами. Она не умрет, пока находится в ваших воспоминаниях, в вашем сознании. И всегда незримо, находясь рядом с вами, вы знаете, как бы она поступила в ситуации. Что бы она сказала вам. И через память вы можете постоянно с ней обращаться. И пока она там, она с вами, она решает вас, любит и оберегает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok.